Ну что, привет, друзья, с вами Новомерсерадио, и сегодня мы берем интервью у женской скейт-команды. Привет, меня зовут Вася Трошаина, всем лайки! Привет, меня зовут София. Привет, меня зовут Даша. Привет, я Лиля. Девчонки, как вы называетесь? OGC. Мы называемся OGC, Only Girls Clan. А я слышал то, что кто-то из вас придумал как раз это название. Ой, кто? А, ну я. Ну просто я решила объединить как бы девочек, и поэтому, а зачем куда-то ходить, что-то выбирать, поэтому, ну как бы у нас только девочки, поэтому Only Girls как бы это стандартное название. Сколько уже примерно в вашей команде? Примерно год. Как появились, как образовались? Наташа Быстрова создала чат, для того, чтобы мы просто вместе катались. Бася предложила объединиться в команду. Долго думали над названием, но опять же у нас такой мозговой штурм был. И в итоге Бася предложила самое классное название, на наш взгляд. Простое, простое и со вкусом, как бы. Да. Поэтому так. Отлично. А сколько у вас вообще? Ну, вот с сегодняшнего дня 28 человек у нас официально. Неофициально, а 38. А где остальные? Остальные в других городах. То есть вы являетесь еще и межрегиональной, так скажем, командой? Да, можно и так сказать. Да. У нас есть девочки из Питера, из Омска, из Красноярска, из Краснодара. Да. Ну, много, в общем, городов. Какая основная идея вашего, вашего Крю? Какая эти философия у вас есть? Мир, дружба, жвачка. Ну, в общем, философия такова. Объединить всех девочек и, как бы, мы против, на самом деле, рекламы, там, спонсоров и все такое. Мы просто друг друга поддерживаем. И, как бы, вот это, на самом деле, вся суть, чтобы девочки друг друга поддерживали, не катались поодиночке. И все, кайф получать от скейтборда и жить, там, не знаю, влюбляться, там, дружить вместе, там все дела, короче. Ну, вот. В общем, наша вся философия. А вы можете познакомиться с нашей новой участницей? Сегодня, у меня зовут София. Здравствуйте, я первый день сегодня. Я очень счастлива. У меня был перерыв в катании 6 лет, но теперь я снова в деле. Правда, уже возраст. Не позволяет делать кое-какие трюки, да? Ну, я очень рада, что молодая кровь дает мне силу. И я могу делать трюки в ночь. Почему не берете в команду парней-то? Полно мужских просто команд, я думаю, поэтому. СБР есть команда, очень крутая, кстати. Скейтблант, рэп. Они делают хасл. Вот. Это реклама для них. Чтобы их больше... Ну, в общем, просто команд реально, мужских очень много. И если будут, мне кажется, мужики в команде, то это будет уже как-то... Да нет, не надо, вы фишки что-то потеряли. Да, да. Вот. Я и говорю, да, что фишка наша, вот именно, что только девочки. Поэтому не берем. А мужики вообще берут в свою команду девушек? Да, берут. То, расскажи. Да. Был у меня один такой случай, еще в Айнолине. Была команда у меня районный человек. Давным-давно и неправда. Да, да, да. Так же не берут. Нет, берут-берут. Берут? Да. Ну, редко. И вот, допустим, у меня только есть... Я на Flow у пирожков, но это колесики такие. Гена Какуша основатель этого бренда. И в команде только я одна девочка. Ну, как бы поддерживают они меня и все. Поэтому... Они, конечно, снимали. Как часто вообще получаете какие-то травмы? Падаете, там, убиваетесь? Да, постоянно. Падаем мы каждый день. У нас, как бы, девочка недавно, что у нее случилось? Она палец сломала, да, Арина. Арина у нас палец сломала. Кстати, да, хотелось бы ей послать, чтобы она поскорее выздоравливала. Мы очень сильно по тебе, Арина, скучаем. Мы обязательно тебя навестим в больнице. Все будет хорошо. Мы очень ждем, когда ты возьмешь доску и начнешь с нами кататься. Опять. А по поводу катания, то есть вы катаете своей вот этой тусовкой чисто так для себя, просто в выходные в парке, или вы представляете свою фирму где-то на соревнованиях? Да, мы участвуем в соревнованиях. Вот вчера, например, было командное соревнование. Как оно? От цеха. Ну, это что-то такое. Да, 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 да. Ну, вот, мы были с Лилией. И нас очень сильно выручила Писуня. Писюня. Да. Писуня. Которая, вот, да, которая всегда доску каталась там и говорила, девчонки самые лучшие, девчонки молодцы, девчонки еще покажут. В общем, молодец. У нее, кстати, сегодня день рождения. Тоже хотелось бы поздравить с днем рождения. Писуня, мы тебя любим. Просто девчонка Юля, фамилия Зверева, да, и ее как-то, как-то так, ну, ходят, как бы, как ее, ну, как-то сказать-то, ее всеобщее имя для скейтбордита погоняла Писюня. Вот, поэтому... Она броса прославилась. Прославилась. В общем, Юля, тебе привет, респект за то, что ты поддерживаешь тоже наших девочек. Вот. И, на самом деле, хочу, чтобы еще больше девочек к нам присоединилось, но, на самом деле, я против спонсируемых девочек, потому что у них и так уже есть поддержка, и, как бы, поддержка от спонсоров, поддержка от всяких фирм, вот. И я, как бы, хочу просто, да, я хочу видеть девочек, которые, вот, знаете, там, хотят развиваться, что-то, как бы, кататься, учиться чему-то, с нами общаться. Поэтому, welcome to help. А вы чувствуете поддержку друг друга? Да, чувствую. Особенно, когда, там, не знаю, пишешь в чат, ребят, девчат, хочу покататься, да, и они такие, о-о-о, давай-давай, поехали туда-туда, вот. Ну, в общем, у нас... Не, вообще, бывают разные ситуации. Например, надо было из аэропорта меня с пацанами срочно встретить, и я написала в чат, и сразу девчонка откликнулась на мою просьбу, и, как бы, да-да, давай я приеду за вами. Или, например, если какой-нибудь такой фейл случается, то мы друг другу помогаем. Если что-то нужно, ну, как бы, такое тоже часто бывает. А еще очень много вдохновения. Когда видишь, что девчонки прогрессируют, это действительно, когда ты, например, снимаешь, это очень заметно. Вот неделю назад как катались и как катаются сейчас, ну, то есть, это просто небо и земля. Давай немножко про сотрудничество спросим. То есть, вы говорите о том, что вы не хотите, там, спонсорства, и... А что плохого, если вам, допустим, предложат какой-нибудь эндорсмент, ванс, там, предложат вам кеды? Это за. Ну, да, это за, но если там, знаете, типа... Это всей команде. Да, всей команде это будет круто, да. То есть, за то, чтобы не выделялись, кстати? Да, конечно. Мы же, как бы, все дружим, мы тоже люди, и не хотим, чтобы была какая-то зависть между девчонками, да, и... Как бы, я, допустим, собираюсь этим летом сделать контест для, ну, OJC только. Вот, там, сама куплю подарочки, там, вот это вот все. Поэтому, вот, думаю, будет все хорошо. Зарядку, научники. У меня вот такой вопрос у вам, девчонки, как скейтерам вообще. А вот, что вы делаете зимой вообще? В скейт-парках катаемся. Да, открыто. Снимаем видео. Кто-то на парковках? Вообще, постоянно снимаем видео, и это... Да, чтобы все видели, что есть такая команда у нас. А где эти видео? На Ютубе, ВКонтакте, можете где угодно посмотреть. У нас на Ютубе свой канал тоже. Да, свой канал на Ютубе. Можете сказать, как выбирать группу ВКонтакте, как называется канал? У нас есть... Закрытая группа. Да, у нас группа, к сожалению, закрыт, и там только девочки. Но мы иногда выкладываем... Но можно создать фейклый аккаунт, и там тоже. Можете на Ютуб подписаться, мы, как бы, будем только за. Ютуб у нас, он Girls Clan, да? Правильно я понимаю? Просто вбивайте, как бы, заходите, подписывайтесь, ставите лайки, репосты, там, что-то такое. Я сейчас показал лайки, ставьте лайки, тисак. Вот, Максиму тоже, кстати, привет. Вот. Еще хотелось бы сказать спасибо пацанам, которые нас поддерживают. Спасибо Паше Сорокину за то, что помогает. Спасибо Базиту за то, что он тоже там монтаж, он помогает снимать, он вообще очень круто снимает. Спасибо большое Люде Кухниной, она тоже делает монтаж и тоже постоянно собирает, ну, и как-то так настраивает на нужную волну. Вот. У нас все, на самом деле, девчонки что-то делают. Я, например, снимаю, Бася командует, что нужно сделать, там, туда-сюда, да. Люда, вот, монтаж занимается, и еще отмечается девчонок из других городов. Ну, а нас с ними в основном списываются, чтобы они прислали вовремя материал, и какие у нас планы на дальнейшее. А чем занимаетесь в свободное время от скейта? Работаем. 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 На самом деле, все по-разному. Вот у нас девушка, она радио-телеведущая. Вот. Может, тебе расскажешь что-нибудь о себе с Аки Игорем? Дело в том, что для меня очень неожиданно было то, что создалась команда девушек, и у меня было 6 лет перерыва, как я говорила. А до этого, ну, я тоже каталась несколько лет, и у меня было спонсорство, поддержка досочная. То есть, я тоже состояла в мужской команде, но в течение года вот мы существовали, а потом распались. Здесь я поступила в университет, и, ну, девушек практически не было. И то есть, за 6 лет я увидела, что, во-первых, появилось очень много девушек. Построилось большое количество вот этих парков, класс, да, при поддержке государства. Я очень рада то, что уже с малых лет дети могут учиться кататься с тренерами. Появились тренера по скетбордингу, и даже есть девушка, да, по-моему, тренер Аркадь Шенгели по скетбордингу. И больше возможностей стало. Когда мы катались, ничего не было, был один парк, и в переходах катались зимой, в перчатках, в шапках. Поэтому я очень рада, что вот они могут воспользоваться с ним возможностями. А вот, ну, в общем, расскажу так. У нас почти все девочки работают, кто-то учится, да, то есть нет таких лодырей, которые там в кровати лежат, ой, пойду покатаюсь. Нет. Допустим, я работаю, но потом я... Бася диджей, кстати, очень известный. Она с гастролями ездит по России. В общем, да, в города. Кирову, Красноярску, Самару, Ростову. Всем привет. Вот, я еще делаю мероприятия, неважно какие там, детские, там, полепки. Тамада. Не-не, я вот больше всего отвечаю за организацию. Какие-то вечеринки, хип-хоп, скейтерские тоже. Поэтому, ну, делала на самом деле куча. Потому что, как бы, у нас команда, как бы, делится на... Ну, есть какое-то взрослое поколение, там, от 21 и до бесконечности, да, есть маленькое. Вот они, там, учатся в школе, там, когда могут в каникулы, там, кататься. А мы, так, когда выдается свободное маленькое время, посвящаем этому... Ну, посвящаем скейтборнику все вот это вот свободное маленькое время. Отлично. Ну, насколько мы все-таки радиостанциями, мы как-то тему музыки затронули. Нам интересно, что вы слушаете, что... Вот у тебя наушники, я вижу, на тебе висят, что ты слушаешь, когда катаешься, что ты слушаешь. Какую музыку? Какая музыка вам нравится? Рок. Рок. Нет, на самом деле я жесткий меломан, я слушаю и EDM, электродэнс-мюзик, и хип-хоп, и дрэп, и трэп, и тверк, и мумбатон, и все, что угодно, и дачхаус, и бигрум, и, я не знаю, сейчас еще новое направление, вичхаус, типа новое. Да, это мясо, извините, я это не поддерживаю, когда на сцене девчонка орет, там рядом какие-то свечки, короче, да, там все в черных мантиях. На самом деле, вичхаус так давно уже существует, но почему-то до России, как обычно, доплывает, ну, вы поняли, когда. Просто когда у нас было 4 года назад одна вечеринка, Бочикс, вот, там вичхаус, ну, бывало прослеживались такие композиции, вот, а сейчас это уже прям вот культура какая-то стала, там люди мантии покупают. Ну, бред, я не понимаю, как под это можно вообще. 16 поднижки. Я катаюсь под Валерием Меладзе, и это не шутка, он очень... Я встретилась с ним в маршрутке. Да, потому что он очень душевный мужчина, который трогает женские сердца, и он поет про любовь, и красота актрисы так обманчива, моя любимая песня. Я серьезно говорю, скину вам группу. Сусоня уже не в команде, понимаете? Я отступила, и благополучно только что вышла. А я обычно никуда что-то, я так катаюсь. Она у нас нестеснительная, да, она любит слушать природу, птички, падение скейтеров, горы, крики, и звуки машин, выклопных газов тоже там, не знаю. Да. Ну, я люблю рок, классический хип-хоп, инди-рок. Ну что, какие-нибудь, скажем так, давайте сделаем с вами небольшую капсулу времени, чтобы вы себе пожелали через год, когда посмотрите это видео, и посмотрим, добьетесь ли вы этого. Хочу порошка Каен. Новый, Турбо. Я хочу, на самом деле, пожелать не себе, а девчонкам прогресса, минимум регресса, и чтобы падений было мало, и чтобы не убивались, в общем. Как сказала о великая Смирнова Саша, это девочка первая в России, которая каталась, катайтесь, но не убивайтесь. Вот эту фразу я запомнила, наверное, с 13-14 лет, поэтому девчонкам желать только могу одно, катайтесь, но не убивайтесь, и welcome в наши ряды. Хочу вас видеть, всех, кто там встал на доску, вы будете как бы нам помогать, вот, и мы будем стараться вас тоже поддерживать, чему-то учить. Кстати, вот такой еще вопрос, как вам попасть вообще в команду? Написать. Все, больше ничего. Вот Сонька говорит через постель. Соня к нам только через постель попала, поэтому вот она и хочет пор штурба, да, больше она ничто не хочет, вот. В общем, попасть легко, написать мне, любой девчонке, мы как бы между друг другом обсудим вот эту девочку, как бы. На самом деле мы не отбираем, не жесткие у нас какие-то там рамки, да, просто, ну, хочет девочка, хочет развиваться. Почему и нет, давай. Просто не хочется ни за кем бегать, потому что есть такие девчонки, которые сначала, да-да-да, давай вместе, давайте вместе кататься, давайте вместе команду, а в итоге поехали туда-то там, да, поснимаем туречко, ой, слушай, я не могу, и какие-то неуважительные у них причины. Ну, они потом просто сливаются. Вот очень сильно хотелось бы в будущем просто увидеть, что мы тем же составом и, может быть, с прибавлением, но чтобы все девочки, которые у нас сейчас есть, чтобы они остались. Вот так хотелось бы, чтобы все, естественно, да, прогрессировали. А по поводу спотов, то есть, сегодня вот мы в Феровском парке, вообще, где вы любите катать, какие любимые места для катания в Москве? Парк Горького. А почему мы сегодня не в парке Горького? Ну, не знаю, так вышло. Я не знаю, мне вообще сказали, давай в Ферове. То есть у вас есть каких-то жестких привязок? Не, у меня есть, у меня есть. Раньше у меня был такой любимый мест, как Парк Победы. Адреналинский парк. Ну, Адреналинский парк, да. Ну, это то, что было, а то, что сейчас? Садовники. Это просто райская плаза. Это находится, по-моему, на Каширской, между Коломенской и Каширской. Вот, и там просто можно всему научиться, там 100-500 фигур разных, и очень интересно. Но, правда, там очень много народу, и поэтому как-то вот все едут, как час пик в метро. Вот так, поэтому. Вот это самый главный минус. Отличный. И последний вопрос. Что вы думаете о людях, о вот этих вот уродах, которые забросили доски и катаются сейчас на самокатах? Кто-то тоже сказал, я не помню, из великих о великих скейтеров. Это по-сад, да, сейчас уже мейтстрим. Скейтборд или самокат? Нет, самокат. Самокат? Ой, я вообще не понимаю вот эту фишку. В общем, такая фразочка тоже есть. Настоящий скейтбордист никогда, ну, даже если он бросит скейт, он никогда не переключится на что-то другое, да. Возможно, там, не знаю. Сноуборд, почему многие катаются на сноуборде? Сноуборд, не знаю. Во-первых, сноуборд это легче, чем скейтборд. Что бы кто ни говорил, могу это доказать вот на 100%. Ну, знаешь, бигейра тоже так, не просто. Мы все вместе с Крю и слушаем Мерси радио! Сноуборд, не знаю.